Привидище! Это симулятор Бога Юниверсим, и мы продолжаем. У нас открылось новое исследование — больница. Теперь наши наггеты могут идти к шаману и лечить свои сломанные кости или какие-нибудь глубокие порезы. Больницу размещу здесь. Когда речь заходит о медицине наггетов, то я часто боюсь лекарств, чем болезни. У-у-у, у нас появился прогноз погоды! Здорово! И также у нас появились времена года на календаре. Естественно, это все с исследованием календаря открылось. Наггеты на центральной площади вместо снеговика слепили подарки. Что бы это могло значить? Проведаю-ка я своих стариков семейства Адамс. Капец, они уже седые. Но еще бодрячком. Наконец-то наступает весна! Оттаивают наши озера, и скоро начнутся рыболовные дела. Кубики разгадали. Едкий дым наполняет воздух вокруг вас. Наггеты слышат, как из ящика доносится отчаянный стук. Ну, если стучат, то надо, наверное, открыть. Из одного фрагмента много не узнаешь. Найдите их все. Падающая башня. Фрагмент чертежа номер 4. У меня розовые наггетсы появились. Там наггетсы в ящиках сидели. Обалдеть. И газ выпал. 15 штук. Надо посмотреть записи. Там что-то куча всего попадала на самом-то деле. Выпал чертеж. В сундуке были ресурсы газ. В сундуке был наггет один штука. И, в принципе, все. Продолжаем открывать эти квадратные ящики. Тут тоже самое. Едкий дым. Внутри плескается масса жидкой породы. Древнее погребение открыто. Так. Сейчас все по очереди сперва. Чертеж какой-то выпал. Эйфелева башня. Фрагмент чертежа номер 2. А это что? Цемент. Газ. А что плескалось-то? Надо опять список открывать и смотреть. А, в принципе, и все. Больше ничего там и не было. Наверное, плескался жидкий цемент. Смотрим следующий ящик. Слышится звон, будто звук ливня, падающего в трубе. Что бы это могло значить, кто знает. Этот ящик тоже не до конца разгадан. Оставим на потом их. Вот и настало время изучить погребальные ритуалы. А именно начать строительство кладбища. Потому что у меня уже достаточно стариков в поселении. И я уже присмотрел место для этого дела. Вот тут вот, где куча камней. По-моему, отличное место для захоронения. Ну все, ребятки, стройте. Хотя, что там строить? Боюсь, один из ваших наггетов покинул этот мир. Смерть настигает так внезапно. Тем не менее, смерть одного не обязательно означает конец всего. Просто пришло его время. Не вините себя, творец. Если, конечно, это не ваших рук дело. Я не следил. О нет, у нас помер Адам. Адам, где ты? Я не могу его найти. Показать, что где-то здесь он в кустах затерялся, что ли. Не вижу его. Где? Покажите. Где тело? Так, надо провести расследование. Он служил храму. Стоял где-то здесь. Случайно мог упасть в мясорубку. А нет, вот, он сбоку лежит. Нашелся, нашелся, мой Адам. Лежит тут аккуратненько под деревом. Ого, а повара знают свое дело. Это последняя его мысль была. Гражданин матушки планеты. Теперь уже мертвый. Восемь детей у него было, между прочим. И 41 год ему исполнился. Для каменного века он долго прожил. Что ж, берем его бренное тело. И надо куда-то утащить его. О, я кого-то там, походу, испугал. Кто испугался? А, вот, этот парниша испугался. Извини, дружище. Тут Адам летает. Он в небеса уходит. Тут у кого-то обезвоженный. Что ты обезвоженный? Иди попей. Капец. Что у этого? Кость вообще словно. Что происходит? Надо тебя вылечить. Это и благословение, и проклятие. А что, если Адама попробовать вылечить? Эх, ему уже ничего не поможет. Жалко. Я же вроде бы как бог мог бы и воскресить его. Но тогда бы получился зомби, наверное. Так, ладно. Надо убрать тело с центральной площади. А то он начнет разлагаться. Там еще чума нападет. И капец. Вот здесь на горе вроде бы холодно. Тело не так должно быстро разлагаться. Пускай он тут полежит пока. Кладбище строится. Насчет кладбища. Что там, кстати? Дела идут, но не так быстро. Ну, хорошо. Подождет. Адам на горе. Вообще, на горе это круто. Будет следить за поселением. А, кстати, медь-центр-то у нас уже готов. Вот. И тут у нас уже медработник есть. Точнее, шаман. Каменный век же все-таки. Полетели, посмотрим, разгадали ли там мои умельцы загадки ящиков. Слышно звон. Это я читал. Наггеты ощущают странный запах из ящика. Ну, наверное, газ, как обычно. Так, я вижу синих наггетов. Биг Бен. Третий фрагмент. И наггетов целых три штуки. Ёлки-палки. У меня новая раса появилась. Были розовые, теперь синие. И вот мои коричневые. У меня три расы в поселении теперь. Ничего себе. Круто. Теперь у меня многонациональное поселение. Ты спросишь меня, почему это круто? Потому что для эволюции нужны разные гены. И мне вот теперь даже любопытно, какой ребенок может родиться у розового и вот этого голубого наггета, например. Может, там великан какой-то появится. Пластик нам еще выпал, хотя до пластика нам еще капец как далеко. Мы еще в каменном веке, а у нас уже пластик есть. Балдежно. И последний ящик у нас остался. Он разгадан. Ящик тяжелый, пахнет опилками. Наверное, древесина там лежит. И что-то плескается внутри. Чертеж чего? Роза пустыни. Первый фрагмент. Что еще? Ну, это цемент. И доски. Слышу, что кто-то хныкает. Что случилось у нас тут? Недавние изменения в окружающей среде привело к гибели существенной части растений и животных. Нарушив цепочку поставок продуктов питания. Как следствие, теперь нам грозит страшнейший голод. И мы срочно нуждаемся в твоей помощи, дорогой творец. Мы смертельно просим отправить нам еды для краткосрочного пропитания. Чтобы мы могли рассмотреть и решить проблемы в нашей цепочке поставок. С уважением. Ну и непонятное для меня имя. Используйте способность творца телекинез и принесите что-нибудь пожрать. Это я могу. Пришло время и мне поохотиться. Как там, кстати, на горе у нас Адамчик поживает. Пока лежит. Все нормально, снег еще есть, несмотря на лето. На горе холодно, однако. Давай искать какую-нибудь живность. Да покрупнее. Вот мамонт, например. Пойдем со мной. Вот так вот, как игрушечного, поднял. И тащим его теперь на центральную площадь. Вот вам мясо. Держите. Ну, все счастливы, я думаю. С голода не должны подохнуть. А кто теперь живет в этой хижине крутой? Новая семья какая-то. Раньше тут жили и мои самые первые поселейки семейства Адамс. Но Адам умер. А Ева, где она, кстати, у нас? Где она живет? Я воживаю, у нас все с ней хорошо. Давай посмотрим. А, она в администрации же сидит. Точно. Сидит там теперь целыми сутками. Из хижины же ее выгнали. У нас действует программа недвижимость для молодых семей. А Адама надо отсюда поскорее убирать. Что? Кто это? Со мной хочет Гера торговать. Рэндалл Вилл, это его деревня. Они могли хотя бы оставить ремень или что-нибудь еще. Да действительно, нафига мне кирпичи? Я им 184 дерева, а они мне 46 кирпичи. Нет, так не пойдет. Давай по-другому. Сообщение от изгоев. Что им теперь нужно? Что случилось? Какого чего? Что-то только что вошло в атмосферу. НЛО летит! Да что ж на меня так все обвалилось? Какое НЛО? Вы с ума сошли? И прямо рядом с моей деревней. Обалдеть. Я сейчас буду контактировать с неземной цивилизацией, что ли? Вот это прикол. Я бы сказал, что это проволочки бога, но я здесь бог. Я НЛО не заказывал. А что, собственно, происходит сейчас тут? Строительство? Черный рынок? Это черный рынок? Быстро тут они ложки, контрабанду освоили. И своего корабля они делают какое-то здание. Видишь, как обустроили? И все под вид каменного века. Ладно, вернусь к торговле с Герой. Значит, что мне нужно? Ну, по-любому я ему дерево дам, потому что у меня его больше всего. Допустим, сотню дерева. А Гера мне травы для медицины. Например, штук 50. Ага, можно еще понаглее и забрать вообще все. Ползунок в пределах зеленого лайка. Но я нежадина подкину древесины. И тогда вообще лайк выше крыши стоит. Торгуем! Ого! Черный рынок уже достроился. Вот это скорость! Ну, раз такие дела, надо заглянуть. Может, открыто у них? Яйцо АЕК хочет поторговать за мной. Ну, давай попробуем первый заказ оформить. Закажу древесину и камень. Странно это, конечно, заказывать древесину и камень у инопланетян, когда у тебя своего добра хватает. Нет бы черную материю запросить или там пушки лазерные. Что у них тут еще продается? Редкая бабушкина паэлья, редкий канистра, редкий стеклянная бутылка и реликтовая игровая консоль. И есть кнопочка «Ускорить доставку моего заказа». Редкий канистра и редкий минерал нагетов прибыл. Министерство сельского хозяйства исследовано. У-у-у, вот это новость! Загуляемся скоро с моими поселенцами. Травяное плетение исследовано. Теперь мы можем корзины мутить, а еще кладбище достроили. Пора Адама отправить на него. Ну что, Адамчик, пойдем устроим погребальную церемонию. А то тут на горе уже и снег растаял. Так что пора отдать твое тело земле. Прощай, Адамчик. Жалко, конечно, это все-таки мое первое дитя. Основатель поселения, великий человек. А, какой человек? Наггетс. Надеюсь, ему достойный памятник поставят. А вот, кстати, и он. Вылазит из-под земли. Вот такой вот памятник в каменном веке. Ну, в принципе, и, по-моему, достойно. Там даже какой-то рисунок. Не-е-е, только я похоронил Адама, и Ева скончалась от старости. Сорок семь лет она прожила. Последняя ее мысль в горле так сухо, будто я гвозди глотаю. Ладно, Евочка, пойдем. От этого сообщения странно пахнет. Это вы его составили? Нет, наверное, это завещание Евы. Своим потомкам. Вот и ушла эпоха первых поселенцев. Я его, конечно же, похороню рядом с Адамом. И мне любопытно посмотреть, какой памятник возведут ей. Она все-таки в администрации работала. О, ну помассивнее, помассивнее. Побольше, чем у Адама. Наверное, из-за возраста еще. Кладбище. Адам и Ева. А это что за кнопочка? Если костер горит, тела будут сжигаться, а не храниться. Пока достаточно дров. Если костер не горит, тела всегда будут храниться. А, вон оно че. Выходит, что Адама и Еву мы сожгли. И просто поставили им памятник. Ну, тогда понятно. Инженеры не только строят здания, но и ремонтируют их. Если вы осмотритесь вокруг, то увидите несколько строений, остро нуждающихся в их услугах. Блин, вышка сыпется. А че, инженеры-то где? Инженеры! Целых два инженера не могут вышку починить? Как так-то? А, зона действия инженерной базы не досягает до медицинского центра и до вышки. И как быть? Может, апгрейдим это здание? А, чтобы это сделать, нужно прокачать математику. Интересно, как можно быть инженером и не знать математики? Сложный вопрос. Ева-2, лидер матушки планеты, умер. В смысле Ева-2 умерла? Вы че все в один год-то решили? Короче, оказывается, что и Адам-2 тоже умер. Они решили вместе с Евой в один день красиво уйти. 42 года Адаму-2 было, и семь детей у него осталось. Причем Адам был же инженером у нас, елки-палки. Кто там фукает? Вы офигели? Это Адам-2 был, между прочим? Прощай, Адам-2. А где же Ева-2? Вот она где спряталась. Там же, где ее отец умер. Адам под этим же деревом. И так же в 42 года. А хотя нет, Адама было 41. Жители тут опять в страхе бегают, потому что вновь летают тела умерших. Ну что хочу сказать. Семейство Адамс все похоронено на этом кладбище. Они прожили довольно долгую жизнь. И заслужили уважение. Даже необычный памятник ей поставили. Интересно, как быть, когда у меня заполнится кладбище. Новое строить или сносить старые памятники и ставить новые? Да, дилемма. Но сейчас важнее подумать о живых. Нужно починить вышку. А то она скоро рассыпется. И чинить я буду своими магическими ручками. Пожалуйста, постройте больше колодцев. Нагиты не используют их для облегчения. В отличие от озер, из которых они сейчас пьют. Вот засранец. Но сперва надо здание починить. Ну а теперь надо найти этого козленочка, который из лужицы выпил и траванулся. Где же ты, козленочек? Зеленый. Построю пока еще один колодец. Пока остальные на озеро не пошли пить. Ну и все. Строите быстрее колодец, и будет вам чистая вода. А мне еще нужно второй склад построить. А то первый уже переполнен. Поставлю приоритет на этот склад, чтобы быстрее его построили. А то я из-за этого с инопланетянами торговать не могу. А теперь можно поискать и козленочка этого. Вот ты где! Зараза зеленая! Сколько тебе лет-то вообще, девонька? Родители тебе не говорили, что из луж пить нельзя? Ей, кстати, 16 лет. Все, гуляй! У тебя еще вся жизнь впереди. А тут у меня что строится? Я вроде бы ничего не ставил. А, это хижины. Новенькие. Да еще и с теликом. Ну, ребята, так склад мы не достроим. Надо бы вам помочь. Подкину я вам, пожалуй, камушков и деревьев. Да, камушков сейчас нужно побольше. Сельское хозяйство изучено. Ура! Скоро будем поля овощей выращивать. Но для этого нам все равно нужен склад. Так что надо побольше камней. Побольше древесины. Сейчас, зараз, как хапну. Как сюда вкину? О, теперь ресурсов достаточно. Осталось только построить. Что у меня тут попресные водички в колодцах? А, этот колодец еще только набирается. Тут вообще ни шиша нет. А здесь питьевой воды маловато. Схожу-ка я в гости к Гере. Гляну, что у него тут. А у него тут уже городище. И поселенцев много стало. Интересно, как он один расплодился? Или к нему в поселение дама сердца пришла? И они детишек наделали. Блин, он, конечно, молочек. Один вот такое поселение создать? Это надо быть очень сильным. Ах, да, Гера, я же научился тоже купол создавать для своего поселения. Вот, защитный купол. Единственное, я понять не могу, кто этот купол у тебя поддерживает. Может, он поклоняется другому, своему какому-то богу? Ну, не суть. Мне сейчас важнее в моем поселении, чтобы достроили склад. И он вот-вот достроится. Наконец-то. Теперь я могу с черного рынка забрать свои материалы. Ура! Торговля с НЛО завершилась. Но тут что-то новенькое появилось. Мне пока ничего не нужно больше. Я потом к вам зайду. Когда скидки будут. А что это за звук скрипучий? Ох ты! В бывшем доме Адамс детишек делают. И уже сделали. Ну, молодцы! Надо демографию повышать. Ну, а на этом, пожалуй, все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал. И тогда мы вновь увидимся в новом видео. Так что до встречи на этой самой планете. Субтитры сделал DimaTorzok